приветствую всех на своем канале продолжаем строить наш лендровер значит вот такой вот у нас получился внешний вид у лендровера вот так вот он будет выглядеть вот такие вот на колесики заказали для него резина очень мягенькая поставщик на удивление прислал их они приехали за семь дней семь дней но был косяк комплект я заказал соответственно четыре диска четыре покрышки три диска замечательно а вот с четвертым оказалась проблема приехали две одинаковые детали да то есть нету задней части нашей под хекс отписался поставщику в течение трех часов он выслал недостающую деталь вот жду должна со дня на день приехать соберу четвертое колесо и скорее всего закажу еще комплект потому что пятое колесо должно висеть хочется чтобы все были одинаковые было чтоб красиво пока нравится резина все это нравится что изменилось у нас в облике все стеклашки я затонировал изготовил вот такой вот кенгурят ничек на бампер пока не меняю до бампер передний потому что не могу найти то что хочется заказал от траксоса trx4 вот накладочки закрывающие фары решеточки такие стало органичнее все это смотреться дальше капот и крылья обычная виниловая пленка под алюминий она имеет фактуру наклеечка наша land rover жуткая она все время отваливается так что скорее всего ее потеряем в первой катушке закрепился наш шноркель и дальше небольшой тюнинг на 3d принтере изгод изготовил вот такие деталюшки они целиком трехмерные с обоих сторон у нас значки братства стали из full out a4 ну нравится мне эта игра дальше от trx4 тоже заказана горловина бензобака штатную срезал но она не трехмерная никакая ну некрасиво мне не понравилось вот это намного симпатичнее смотрится она резиновая да но вот она встала сюда замечательнейшим образом крепко и симпатично приехал вот такой вот подарок от поставщика который присылал кузов и все детальки вот такой вот значок land rover органично сюда приклеился очень мне понравилось вообще замечательный производитель не производитель магазин с алиэкспресса инжора называется вот такой вот подарочек мне прислали и очень быстро присылают чем они мне и понравились заказывал у них там первую детальку на проверку буквально приезжает все меньше чем за 10 дней и как бы все аккуратно упаковано все хорошо изготовлено дальше основные изменения у нас произошли на шаськи на самой которую мы собираем очень ждем мосты очень ждем но к сожалению они были у поставщика такого наверное не сильно проверенного потому что они едут до сих пор приехала уже все даже приехала на газ 66 уже тент и все уже смонтировалась а мосты все едут уже вторая неделя идет все едут и едут подножки смотрите снимаю специально чтобы вам показать штате подножки крепится вот так вот сюда вот так мне не очень понравилось да они высоко получаются но как-то не сильно красиво по итогу вот такие вот детальки изготовлены проставочки крепится они получаются ниже то есть вот так вот на уровень ниже более органично смотрится более симпатично по мне дать алюминий эту часть еще не дособирал потому что все жду мосты стеклышки не вставлял не с этой не с той стороны прикинул салончик ну так пока все на прикидке потому что не могу понять как мне обойтись с нашими арочками да оставлять крыла классические арочки или ставить вот такие вот накладочки да то есть с накладочками уж больно агрессивно смотрится даже на перебор какой-то они на большие для него очень это тоже от trx 4 от раксос там кузовок побольше значит что у нас снизу снизу у нас произошла небольшая светоподготовочка да то есть появились фары габаритики отвалилась наклеечка да конечно наклейки не заказывайте если кто будет собирать ренч роллер вот во что они превратились просто неудачно схватился за них они в принципе не держатся абсолютно то есть клея там почти получается нету так что скорее всего будет это все оторвано пока держится я думаю в первую же покатуху мы все оторвем и радостно забудем об этом не отваливайся пожалуйста соответственно у нас будут светиться очень ярко светится фары потому что там отражатели дальше люстра по и вот этого у нас она моргает там светит тоже внутри сделаны отражатели чтобы она ярче светила по итогу действительно на процентов наверное 90 стала светить ярче пока вот так вот с проводочками все заок наш откладываем и возвращаемся к нашей шайске появилась у нас вот такая вот защита она защищает наш сервомашинку тактика с x200 на 7-9 килограмм на нее установлен алюминиевый такой пол тяга алюминиевая вот дальше что у нас появилась бампер соответственно мы установили взяли стандартный и к нему еще вот такой вот все вот так вот достаточно органично у нас смотрится здесь у нас антенка появилась запасное колесо теперь стоит дальше пока не ставил вот такой вот бокс до здесь моменты пока не понимаю наверно вот как-то вот так вот буду его ставить сюда просится он сюда назад но наверное будет стоять здесь потому что здесь надо будет наверно еще один бокс ставить у нас получается что нам нужно приемник закрыть закрыть блок управления светом до регулятор скорости у нас влага защищенный будет дальше пришла вот такая вот кпп да нет раздатка извините собственно с ума схожу кпп мы не заказывали пришла раздатка которую которую я поставил не той стороной а как я это умудрился сделать вот так вот да замечательно ладно это все переставим очень интересный момент смешно согласен на нее отдел карданчики многострадальные значит как я вышел из положения с карданами куда-то я уже куда-то я их закинул смотрите сюда дел термоусадку подобрал по размеру очень плотная термоусадка сюда ее одел но на самом деле это чисто тестовый вариант потому что карданы жуткого качества не покупайте это уже окончательно все не берите их не конечно может это мне не повезло но они никуда не подходили пришлось и рассверливать эти места то есть они не одеваются ничего никуда никак смещать скорее всего будем ее чуть-чуть назад да то есть она будет не ровно по центру у нас автомобиля пока на по центру у нас стоит пока не приехали мосты пока мы не занялись подгонкой всего этого поставил просто пусть стоит дальше что приехала приехала деталь неоднозначная пока есть видите даже люфтит я и не регулировал ничего это получается наша коробка передач она же все вместе то есть на этой машине пока нету слипер сцепления да с коробкой передачи стандартной как у rc4vd пока стоит вот такой вот планетарный редуктор ребят если кто ставил напишите мне пожалуйста я никогда их не ставил к чему это может привести я просто не знаю скорее всего мы либо все взорвется до либо либо все выживет но почему заказал на него и цена была маленькая интересно стало как-то вообще работает как-то выглядит просто попробовать так что заказывалась просто ради интереса сготовила такой вот кенгурят спереди да как я говорил уже потому что пока не могу решиться то что на это ужасно смотрю и мне аж плохо становится давайте с ним посмотрим заодно покажу вам как все выглядит все это все не собрано окончательно потому что сами понимаете детали нету собирать нечего пока мосты не приехали все собрано на живую нитку без лакта это всего значит вот наша раздаточная коробка я ее уже разобрал смазал всю смазка внутри было очень очень мало вот так вот она у нас сейчас выглядит соответственно жить она должна вот так вот получается что у нас дырки совпадают но не сильно ладно это будем играться потом хочу что еще сделать когда приедут мосты хочу попробовать чуть-чуть ее приподнять вот этот вот кронштейн наш да он очень выпирает конечно из кузова очень очень сильно хочу его чуть-чуть туда утопить может быть удастся чуть-чуть утопим его пересверлим отверстие здесь мясо очень много рама хорошая может получиться вот так вот ждем мосты продолжаем нашу сборку не знаю что получится китайское железо не хвалят пока плохого ничего не увидел если не заказывать совсем уж какую-то сыромятину которая уж совсем дешевая да ну хотя вода привода были не сильно дешевые на вид очень качественные оказались очень некачественные закажем другие потом заодно эти потестируем спасибо что смотрели продолжать будем нашу сборку вопрос подписчики уважаем кто будет смотреть может кто-нибудь заказывал есть вот такая вот контора гол rc как я понимаю читается они производят моторы коллекторные без коллекторные я с ними никогда не сталкивался может кто-нибудь заказывал моторы коллекторные или без коллекторные как они по качеству скажите можно на ю тубе посмотреть но хочется с вами же пообщаться может кто-то опытом захочет поделиться да пока это стоит просто мой муляж мотора от и чпайки он сюда не подходит потому что сил у него мало очень 12 витков по моему очень слабенький быстрый но слабенький спасибо что смотрели до новых встреч надеюсь вы ждете выхода серий по нашей сборочке нашего лендровера вот такая красота с отваливающимися буквами спасибо пока спасибо